Так, всем привет! Сейчас напишу название. Закреплю, чтобы кто заходит или в курсе. Немножко ждем Татьяну, сейчас она присоединится. И я расскажу немножко. Кто знает меня, кто знает Татьяну, кто подписан на наши аккаунты, те в курсе, что весной, начало лета мы активно проводили каждую неделю прямые эфиры и говорили на разные темы и просить его и про продажи, и про страхи, и про установки. То есть на разные-разные темы, которые точно так же, как мы считали, очень важны и очень нужны. Иногда приходили варианты, что расскажите об этом, да, и мы тоже принимали в сведения и рассказывали. Так вот, что-то летом мы немножко подрасслабились, потом поменялись планы, поэтому временно, да, у нас прямых эфиров не было так регулярно. Тут мы решили снова начать проводить прямые эфиры и объясню почему. Потому что когда приходят одни и те же вопросы по поводу компании, по поводу того, как работать, какие-то личные, и, конечно же, их очень много, очень много таких спорных вопросов, сомнений у людей, особенно, да, это то, что касаясь нашей продукции и так далее. И, конечно же, каждому в личку каждый раз невозможно ответить полно, развернуто, с какими-то подробностями, нюансами и так далее. И поэтому как-то мы так обсуждали эту тему и сошлись во мнении, что хочется вновь подготовить материал, в котором, да, видеоматериал, в котором мы будем отвечать на эти актуальные распространенные вопросы. И, конечно же, очень много остается вопросов по поводу кислородной косметики. И вообще косметики Фаберлик, да, что это такое, с чем едят, потому что в какой-то период времени у нас стало огромное количество продукции в разных направлениях. И, опять же, из-за этого, да, сейчас и компания, и мы, в частности, вновь возвращаемся к тому, что ведь у нас очень уникальные ингредиенты и разработки именно в направлении косметики. И этим важно гордиться, нужно об этом всем рассказывать. И вот как раз-таки возникло желание снова начать делиться, отвечать на эти вопросы. И, конечно же, первое, первое, что пришло в голову, это распространенное возражение, что кислородная косметика не работает. Кто сейчас меня смотрит, напишите в чате, либо кто будет смотреть в записи, задайте себе вопрос. Как вы относитесь к этой фразе «Кислородная косметика не работает» или вообще сомнения, что вообще такая косметика существует, и что это такое, и зачем она нужна, и так далее. Вот кто сейчас в прямом, поделитесь, если есть такая возможность, да, если не едете за рулем и не слушаете параллельно, потому что сейчас все делается в основном параллельно. Слушают и в машине, и пока занимаются домашними делами, поэтому, если есть такая возможность, пишите. Какие есть ассоциации с этим, верите ли вы в то, что кислородная косметика работает или не работает, получали ли такие вопросы, возражения от своих клиентов, от своих консультантов. И будем как раз на эту тему сегодня размышлять. Так, а мне тут еще параллельно позвонят, кто пишет. Так, ну возможности, видимо, нету. Так, хочется уже начать вместе с Татьяной. Ее отчета где-то нету. Так, давайте. Кто сейчас в чате и меня, кто в прямом эфире, и кто меня слышит, поставьте сердечки, чтобы как можно больше людей увидело, чтобы присоединилось к нашему эфиру, и тоже позадавали вопросы, либо услышали ответы на то, что их волнует. Всем-всем-всем-всем привет, потому что я не могу сердечки нажимать. Ну давайте, наверное, начну с самого начала. Очень часто появляется в «Спасибо, сердечки пошли». Нажимайте, не жалейте своих сердечек, сердечек в Инстаграме, да. Начнем с самого начала. Частое распространенное возражение, или то, что мы можем слышать, что косметика не работает, да. И, в принципе, у меня об этом был как раз пост, что кислородная косметика не работает. И давайте приведу такой очень классный пример. Даже, наверное, не пример, а ситуацию из жизни, которая расставит все по местам. Однажды я пришла к своему клиенту, она пользовалась несколько раз и пробовала, и она меня пригласила, чтобы я ее проконсультировала очень подробно, очень тщательно, и подобрала ей комплекс. И когда я задала вопрос, что, а чем вы пользовались, и какого результата хотите достичь, она мне ответила одну фразу, которая стала для меня нарицательной, и многоговорящей о том, что как раз-таки происходит. Ее ожидал юбилей, 50 лет, и она произнесла такую фразу. Наверное, возраст, и надо начать чем-то пользоваться. И я очень часто привожу, как раз рассказывая про косметику, что, конечно же, она не будет работать, и вы не получите никакого результата, если вы начинаете пользоваться в 50-60 лет, когда есть уже не просто видимые результаты старения, то есть это не просто про, когда запускается процесс, когда, так, это не просто, когда происходит, то есть уже все видно, уже видно глубокие морщины, уже видно с... Когда отекает овал лица, стекает и так далее. Да, привет, привет! Я с опознанием тебя ждали. Простите, простите. Да, я это начала уже рассказывать про ситуацию, что если в 50 лет начинать пользоваться любой косметикой, она не будет работать в любом случае. Вот. И, конечно же, если только брать этот момент, да, что важно начинать вовремя, явно не в 50-60, то если вообще, в принципе, да, в косметологии принято, что нужно начинать ухаживать, ну, во-первых, с детства, и я не говорю про косметику, что там нужно помады, кремы наносить там в 4-5 лет, но опять же все знают, да, вот сейчас зима, и да, детская кожа, она более мягкая, более шелковистая, и кажется, что она нормальная. Но если где-то переохладился или есть какая-то сухость, да, то нет ничего страшного, использовать кремы и детские лосьоны для того, чтобы помочь коже. Это уже базовый уход с детского возраста. Ну и, конечно же, когда у нас наступает пубертатный период, подростковый, если мы не научим, что девочку, что мальчика, использовать специальные средства, к чему это приведет, к тому, что ребенок на протяжении большого количества лет будет мучиться с этими прыщами, воспалениями, потом рубцы убирать и так далее, и так далее, ну и будет ходить к врачу, вместо того, чтобы это сделать быстро, грамотно и не мучиться, да, чтобы это не было какой-то такой проблемой в жизни. Если мы не приучаем детей изначально, что уход должен быть, то они впоследствии просто-напросто говорят, хорошая кожа, и поступает так, как мама поступала, и в конечном итоге, наступает период, что кожа вдруг начинает, хоба, взрываться, потому что возрастная категория определенная, всё, и вот уже поправить намного сложнее, чем предостеречь. Да, совершенно верно, да, 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 да. Да, ты очень уже длинные такие волосы, так необычно. Я вот решила попробовать длинные волосы отрастить, поэтому решила сегодня это, показать. Показать, да. Да. Здорово. Это у нас работает, и омега-3-6-9. Я же тебе это говорю, что часто клиенты мне задают вопросы, или консультанты, «Даш, скажите, пожалуйста, как наши шампуни?» Я говорю, «Есть плюсы, есть минусы». «В смысле, какие минусы?» Я говорю, «Ну, плюсы, волосы здоровые, красивые, минусы, чаще к парикмахеру ходить». Да, да. Так же, как с ногтями и так далее, то есть всё работает. Ну, есть минусы, придётся чаще ходить на маникюр, к парикмахеру, или ещё когда-то. Ну, сегодня какой-то мутный такой образ, свет почему-то. Ну, да, что-то у тебя со светом. Да, или это у меня, нужно камеру протереть, ну-ка я попробую. Ну, сейчас, в принципе, да, это, для всех инстаграмщиков и интернетщиков первое правило, перед выходом в интернет протереть камеру. Да, 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 вот я делаю это прям при вас. Нет, это всё равно со светом. Ну, по крайней мере, не мутно. Со светом, да, ну, потому что уже не лето, а у меня в зале не так, у меня тут лаунж дизайн, поэтому здесь большого хорошего света нету. Даша, я не знаю, о чём ты говорила, я извиняюсь ещё раз, что я... Я только начала. Можно вопрос тебе задать? Вот мне очень часто задают вопрос, что это маркетинговый ход вообще кислородная косметика и... Ну, как вот, ну, это же, как говорят, гиалуроновая кислота, это вот уже прям такой хэш-пэш. Раскомина налила. Кислородная косметика это маркетинговый ход или всё-таки её не существует вот такой косметики? Ну, смотри, во-первых, понятно, так, что-то какое-то эхо появилось, с одной стороны, мы всю базу знаем, да, мне так приятно снова какие-то такие моменты вспоминать, и, конечно же, я начала снова просматривать, а какая у нас сейчас, какое уже поколение кислородной косметики, потому что мы так одно время прям считали и радовались, у нас вышло пятое поколение, да, вот буквально на форуме там пару недель назад у нас компания заявила о пятом поколении. Вообще, в принципе, про кислородную косметику, сегодня натолкнулась очень интересную статью, тоже один из брендов продвигает себя как кислородную косметику, на самом деле, я не нашла подтверждения, я имею в виду то, вот это уникальное свойство, по которому я сейчас расскажу. Про кислородную, она бывает двух типов, ну, так выделяют два типа в основном, два варианта. Кислородная косметика это та, которая содержит ингредиенты, которые стимулируют выработку свободного кислорода, такого, такой процесс окисления, которое за счет кислорода и за счет вот этого химической реакции, ну, я бы так сказала, благотворно в кавычках работает на кожу, потому что это очень мощный окислитель, свободный не О2, а О, просто, да, и это свободный такой радикал, который, конечно же, несет определенную функцию, это быстрый запуск химических реакций в коже, это возможно сразу, да, кожа будет более свежей, 100% отбеливающий эффект, это сродни тому, что мы там моем отбеливающими средствами, там, применяем в стирке или там моем средства для ванны, для унитаза, но опять же, в нашей компании такого нет, немножко по-другому работает. А можно вопрос тут сразу в тему, но это же имеет место быть такой вот? Имеет место быть, да, и очень часто это используется, и несколько лет назад несколько компаний очень активно пиарили то, что у них кислородная косметика, и в их составе косметика работала именно так. Это известные марки, известные бренды, конечно, мы про них не говорим сегодня, потому что это был именно такой механизм. Есть еще один механизм, это введение ингредиентов, различных трав, различных веществ, которые стимулируют усиление газообмена. То есть, ну, там, предположим, да, мы, ну, вот, оксид азота, он запускает механизм у расширения, вообще, в принципе, в нашем организме расширения сосудов. Если такой ингредиент есть в косметике, то сосуды наши расширяются, усиливается кровоток, кровоснабжение, то да, а как бы косметику можно отнести кислородной, потому что запускается вот этот усиленный процесс. Вот. И ее тоже можно отнести к кислородным косметикам, и таких средств полно, очень много. У меня прям сразу вопросы возникли, даже у меня. Давай. Я просто слышала про атомарный кислород, это вот... Это первое, да. Это первое, да? То есть, все-таки первое. А второе, это похоже на как оксикарбокси, то, что у нас есть? Или нет? Или что-то такое? Так, оксикарбокси, это как раз серия из, ну вот, по механизму воздействия, первый, то есть, когда происходит мощная окислительная реакция, выделяется, и за счет этого происходит как раз-таки вот этот эффект очищения, быстрого осветления и так далее. То есть, оксикарбокси как раз похоже на это. Первое. Вот. Да, это первое. Второе, это именно содержание веществ, которые стимулируют кровообращение. Их полным-полно. Это травы, это химические вещества и так далее, то есть разные. Но они же все равно поверхностно, или они глубоко в кровь идут? Нет, ну чаще всего это поверхностные, потому что, ну, быстро, например, состояние кожи. Быстро, да. Да, быстро внешне. Чем отличается кислородная косметика компании Фаберлик? Почему мы все-таки возвращаемся к этой теме? Что, в чем основа? Просто на данный период времени другой кислородной косметики с таким действием на территории России быть не может, потому что у компании Фаберлик есть документы права собственности на использование этого ингредиента. Только на территории России? На территории России, да. В других странах есть, я даже встречала, я точно знаю, что в Израиле есть кислородная косметика, действующая по нашему типу про базовый наш ингредиент. Базовый. Не все остальное. Про это тоже мы расскажем. Ну вот, если мы коснемся как раз этого базового ингредиента, очень хочется вернуться в историю. Мы с Татьяной ее очень хорошо знаем, и даже думаем, блин, я, наверное, автора забыла. Нет, вот настолько это уже... Афганистан на себе, своих любовных. Да, в крови. Да-да-да, в крови сидит эта история, что в период, сейчас не помню, да, там точные года, была гонка вооружений, не только вооружения, да, вот по миру, но и в связи с большим количеством войн искали крови-заменители, крови не хватало. Афганистан с этого началось. Да, Афганистан, и прям там, я так думаю, что там, я думаю, что мы это только знаем, а ну как бы по большому счету это была вот такая гонка вооружений, и многие ученые искали варианты в Америке, в Японии, конечно же, наши тоже советские ученые искали, и вот вместе с группой ученых Феликс Белоярцев нашли ингредиент, который помогает перфтор-углеродистые соединения, называется перфтор-декалин, перфторан, да, это уже жидкая эмульсия, который как заменитель крови, он работает таким же образом, как наши кровяные тельца, он вбирает в себя кислород из воздуха, то есть никакой не атомарный, просто чем мы дышим, это вещество так же, как красные кровяные тельца, способен взять с себя большое количество кислорода и нести его по сосудам, в кожу, да, и так далее, и этот механизм был использован в медицине, действительно, переливали кровь, так называемая голубая кровь, и было много экспериментов с мышками, когда мышек помещали в колбочку, помещите в интернете, это целая куча, много разных идет, да, мышка дышала в этой колбочке, да, потому что запускались другие механизмы, она дышала благодаря как раз вот этому ингредиенту, и в 97-м году наши основатели, Алексей Геннадьевич Нечаев, я так думаю, что это с группой ученых, не обошлось без Римы Корнеевой, да, конечно, нашли просто вот эту изюминку и решили использовать как базовый ингредиент в косметике, и поэтому был получен патент, поэтому никто не имеет права использовать эти средства в своей косметике, потому что есть патент на использование этого ингредиента в косметике. Да, и было раньше, это называлось русская линия. Да, раньше называлась русская линия, а потом это с выходом на международный уровень Фаберлик, да, 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 и поэтому в основе как раз лежит вот это замечательное средство, которое, и когда нам говорят, что оно разрушает клетки, ну, потому что это атомарный кислород, оно вообще инертное, оно никак не взаимодействует с нашим организмом, то есть оно нам помогает. Тань, расскажи, знаю, у тебя есть история очень классная, как раз такая показательная про этот... У меня две истории показательные. Ну, я знаю, но расскажи хотя бы какую-нибудь. У меня про этот, как его, про голубую кровь, я когда только начала Фаберлик, я начала вот продвигать, что вот у нас кислородная косметика, все такое, и встретила своего знакомого, с которым мы работали на заводе вместе, встретила, и начинаю ему рассказывать, ты понимаешь, вот как раз вышло вот это вот все описание, все это истории, представляешь, а он мне в ответ говорит, а что мне представлять, мне эту кровь вливали. Я говорю, в смысле? Он говорит, да, мне было влито два литра крови вот этой голубой. Я говорю, подожди, а тебе так как зачем? Он говорит, а я как раз был в Афганистане вот в тот момент, и наша полностью, ну вот, не команда, как вот их попал, короче, ну, в перестрелку, и весь звук, весь пострадал, и не хватало крови, по группам крови, и было принято экстренное решение влить всем именно вот эту голубую кровь, этот перфторан, он называется же, вот, он говорит, нам просто влили, потому что, ну, надо было нас спасать, потому что у всех были страшные раны, и говорит, насколько это было удивительно даже для самих врачей, что именно те люди, которым вливали кровь по группе крови, они намного длительнее и дольше выздоравливали, он мне прямо рассказывал, он говорит, а наш взвод, конечно, не те, которые были уже практически при смерти, там другие были ситуации, они, которые были ранены, но были возможности на выздоровление, в более короткие сроки, началось быстрое заживление ран, и говорит, в более короткие сроки, мы, говорит, встали на ноги, я говорю, здравствуйте, я с тобой знакома столько лет, ты почему мне об этом не рассказывал, он говорит, а я откуда знала, что тебе интересно про пифторан, вот это первая история, которая для меня была просто удивительная, а вторая история, я ее очень коротко расскажу, мы уже прям хорошо работали, я уже даже была в звании директора, и в моей структуре был человек, девушка, которая приходила и на мастер-классы, и продажи делать, вот все, и у нее был маленький ребеночек год и три месяца, и ее тетя звонит мне, она работала у меня в офисе оператором, она звонит и говорит, Таня, срочно, у нас беда, малыш перевернул пятилитровую кипящего борща на себя, 35% ожогов, есть даже ожоги небольшие, но четвертой степени прям до костей, есть третьи, но большей степени второй степени, но суть в том, что ребенок просто весь полностью в этом ожоге, маленький, крошечный, мама держала просто на руках и мешала борщ, он схватился рукой за эту кастрюлю, и короче, и вот это вот все произошло, это просто было страшно, и мы тогда подняли, вообще, подняли на уши всю медицину, начали предлагать им аквафтем, они ни в какую не хотели соглашаться, мы написали в Екатеринбург просьбу, чтобы нам дали всю документацию, именно сертификаты, потому что это сейчас мы можем все достать, тогда этого не было, чтобы нам прислали в экстренном порядке, нам прислали эту документацию, мы принесли, что это не просто кремушек какой-то, как некоторые говорят, а что это действительно перфторан, и один из врачей сказал, знаю, что такое перфторан, слышал неоднократно, хорошо, мы даем вам разрешение, но мы вам даем лопатки стерильные, после каждого нанесения вы их убираете, мы все равно кладем специализированные, ну вот там какие-то мармы, которые, ну которые противоожоговые, мы все равно будем накладывать, вы будете вокруг наносить этот крем, и так как они попали именно к выходным дням, говорит, вот у вас пятница, вечер, суббота и воскресенье, можете мазать, в понедельник мы приходим и смотрим, если это категорически нет, то мы везем его в Челябинск, в ожоговый центр, и там будет вероятнее всего микропластика, потому что лапочки были все обожжены, и там ну ужасно, и эти как возгибики, и все, ну кошмар, не поверите, когда нам дали добро, и когда тетя именно вот этого малыша взяла и короче первая нанесла вот этот наш Аквавтем тогда, ой нет, Аквавтем назывался, первая была эта партия, как говорится, первое поколение, она нанесла первое нанесение благодаря вот тому, что она первый раз нанесла, уже спустя буквально полчаса ребенок перестал плакать и попросил кушать, то есть вот это вот, вот этот вот бешеное жжение, вот этот вот болевой синдром, он вдруг ушел, ну то есть он снился и ребенок успокоился, и там конечно же мы прям тетрадку она вела и записывала какие показатели, потому что медсестры приходили, врачи не видели, медсестры приходили и каждый день уменьшали объем вот этих вот, ну как, накладок, и когда в понедельник пришел врач и посмотрел раны, он сказал, это просто удивительно, несмотря на то, что вы на рану не наносили, а наносили вкруговую, покрылось, вот эти все ожоги покрылись тоненькой пленочкой и никакой нету сукровицы, потому что при ожогах очень мощно идет сукровица и может быть и заражение и многое другое, и тогда врач разрешил нам продолжать это мазать и просто сказал, никуда не везем в Челябинск, просто наблюдаем, помогаем, мы свое делаем, вы свое. И обычно при таких страшных ожогах выписывают где-то на 28-30 день, малыша выписали на 17-й день, с полным покрытием наросла новая розовая шкурочка, прям вот кожа новая наросла, даже есть фотографии, где он прям розовые вот эти пятна по всему телу. И, короче, когда вот эта кожица наросла, оно начало потом укрепляться, все нормально, они продолжали мазать аквафты, мы, конечно, клич бросили, огромное количество вообще людей. раньше они маленькие были. маленькие же эти баночки, и директора по три, по четыре банки прям просто дарили, спасали ребенка. И сейчас это взрослый, уже молодой человек, у него никакой микропластики не потребовалось, у него от ожогов остались маленькие жгутики вот здесь вот на сгибах, маленькие вот шрамики белого цвета, потому что, ну, постоянно ручкой же не шевелил, надо же было поднимать, а ребенку попробуй дать, он же руками машет. И взгиба, где вот, когда он ходил вот под коленочкой, все остальное абсолютно идеально, никаких не видно, никаких шрамов, ничего. Вот что мы начали в первый день, и, кстати, тогда же говорили, что перфторуглерот, ой, перфторан использовался специально в ожоговых центрах, именно в Москве, по-моему, в ожоговых центрах использовался перфторан для именно, ну, как, для страшных этих. Вот это вторая история, я постаралась ее вкратце рассказать, она до сих пор наш консультант, потребитель продукции, мы до сих пор дружим, уже спустя, вот, это было где-то, сейчас скажу, это было где-то 2000-й или 2001-й? 2001-й год, вот, получается, 19 лет, ну, вот ребенку тогда год и три месяца было, вот, пожалуйста, ему сейчас 20 лет, взрослый парень, прелестный мальчик, все, все отлично. Ну, здорово. У меня есть еще один вопрос, скажи, пожалуйста, вот, люди очень часто говорят, что кислородная косметика не работает, я, я, конечно, понимаю на своем уровне, что невозможно увидеть такой вот быстрый, очень быстрый процесс, как обновляются клетки и как вот кожа обновляется, потому что, ну, я вот от себя знаю, я не косметолог, приобретенная, то есть, у меня нет корочки косметолога, уже приобретенный опыт, но я понимаю, что есть средства, которые моментального действия, и ты сразу, вот как раз, ты эффект видишь, а с нашей косметикой, я по себе знаю, что это более длительный вообще процесс, и многие люди, например, использовав одну буквально баночку, или у них проходит неделя или две, они уже сразу говорят, ой, а кислородная косметика не работает. Вот что могла бы ты в это направление сказать, и объяснить людям именно вот из того процесса, как это работает. Смотри, ну, смотри, я как раз начала с того, что кислородная косметика не работает, да, вообще, в принципе, кислород, вообще косметика не будет работать, если мы это делаем не вовремя, ну, я говорю, 50-60, начинать омолаживаться, но это только... не омоложиваться, но улучшить состояние можно. Улучшить, да, 100%, но, по крайней мере, знаешь как, ну, тут только пластика. В 20 лет делать пластику для того, чтобы потом 60, все отекло, это, ну, все стекло, это, конечно, бред. А вот, например, по поводу косметики, вообще, если даже пользоваться, начинать правильно, да, с чего мы и начали, то это будет в любом случае хорошо. Если мы говорим про кислородную косметику, почему иногда мы не видим результатов? Ну, давай честно признаемся, что может быть 10-20% и в нашем опыте, и в опыте наших консультантов и коллег, которые пользуются правильно, да? Да. И мы раньше, это вот сейчас, когда пошел этап интернет-технологии большого количества продукции, когда ты просто не успеваешь за каждым отследить, кто как начал пользоваться, но я просто помню на заре, когда я только начинала консультировать и почему те клиенты до сих пор со мной, потому что, когда человек понимает принципы, то он, во-первых, нет никаких таких вот возражений, не работает, не подходит или еще что-то, потому что подобрать можно сейчас выбрать любой комплекс, но если мы не соблюдаем несколько правил, и это касается всех и очень относится к кислородной, то это, конечно, можно не увидеть результата вообще никогда. И я даже больше скажу, что у нас был случай, когда наоборот человека доставили в больницу после применения нашей баночки. Да, я испугала Татьяну, испугала... Слушай, по-моему, это была ситуация в Челябинске. Не помню точно, но прям рассказывали, я не знаю этого человека, но знаю, что рассказывал конкретный консультант, и у нее клиента случилось. А чем именно? Кислородная косметика Фаберлик работает на глубоких слоях, да, то есть это еще первое вот это Аквафтем, когда он забирает вот этот кислород, да, молекулярный кислород, не атомарный, доставляет глубоко в кожу, когда появилось новое поколение с оксидом азота, который расширяет стенки сосудов, и даже маленькие капиллярчики открываются, и поэтому у нас в коже-то это микрососуды, и когда есть закупорки, а за счет вот этого вдвойного воздействия это усиливается эффект, и даже кто наносит, видят, как освежается лицо, там чувствуешь себя по-другому поощущению, ехал, убежишь, и думаешь, подышал, прям воздух как будто проходит через него, вот, и если мы сразу, даже вот я просто почему объясняю это действие, если мы, а я знаю, некоторые грешат и не умываются на ночь, нанесли косметику декоративную, погуляли на улице, пыль, газы, особенно в осенне, весенний период, когда много пыли, грязи в воздухе, это все у нас оседает на лице, и потом такая умная Маша решила намазать кремиком лицо, то вот у одной женщины произошла такая ситуация, то есть, во-первых, она его должным образом... Я тогда помню эту историю, она не просто один раз намазала, она сидела дома без умывания, и в день... Помнишь, да? Все, я вспомнила, это была катастрофа, мы когда... Можно я прямо скажу? Это надо было... Простите, такой дурой, я по-другому сказать не могу. Она настолько хотела быстро себя привести в порядок перед каким-то праздником, что она неделю, не выходя из дома, не умываясь, и в день по пять раз, или если не больше, наносила один... Нанесла через там... Причем она брала очень какой-то сильный крем, тогда рассказывали, что она взяла... Тогда было... Что-то не по возрасту. Для косметологов была, помнишь, серия? Не помню конкретно, я просто помню, что как раз, когда возник вопрос, а что случилось-то, она взяла не по возрасту, то есть она взяла гораздо более сильный, и она прям старалась несколько раз усиленно в день, несколько дней, для того, чтобы усилить эффект. И это даже не от крема случилось, а вот от такого усиленного воздействия, неправильного ухода, у неё произошёл просто взрыв, да, то есть кожа не справилась, и поэтому её доставили в больницу для того, чтобы всё почистить. Поэтому переходим к тому, что... А как правильно-то? Ну, во-первых, умыться утром, вечером обязательно мы смываем всё поверхностное загрязнение. Но и мылом. Не мылом, да, да, я про это тоже, кстати, забываю. И не щёткой, потому что щёткой мы травмируем лицо, да, поверхность, а мыло, оно не... не PH, то есть баланс не... Понимаете, так, за счёт мыла мы смещаем PH-баланс и нарушаем как раз вот эту защитную плёночку на коже. Поэтому мы... То есть всегда говорят, что... Консультанты по косметике всегда говорят, что нужно пользоваться средствами. А я пользуюсь мылом, и всё замечательно. Я знаю таких людей, которым нравится, что они помылись мылом, и у них всё стянуло. Блин, ну это неестественно. Ну, коже должно быть комфортно, а не когда вот это вот... Я к людям вот к этим относилась сама, потому что мне очень нравилось, когда вот это вот... Вот это ощущение... Как будто, знаете, как поскруто скрипит кожа. Мне очень нравилось. Но когда я узнала, из чего делается мыло, что оно делается из жира животных, мне так... Ну, знаешь как, сейчас всё-таки мыло разное, есть растительное, есть более-менее безопасное. На тот момент меня вот это меня аж вывернуло. А ещё я, извините, я вот такие вот гадости люблю смотреть, для того, чтобы меня где-то останавливало. Я посмотрела фильм про войну, где было... Простите, после болезни. Я, короче, про войну, где про концлагерь, где людей специально убивали и брали их жир, из него делали мыло. Я вот эту историю... Ну, ты про совсем струщу. Я вот совсем такую историю рассказываю. Я, когда это посмотрела, я просто умываться мыло прекратила раз и навсегда. Не, ну, сейчас, конечно, Таня, ну, это, да, за гранью, за гранью всего, да, понятно, что это какие-то военные времена, и там можно было ожидать чего угодно. В принципе, воздействие мыла нарушает паш-баланс кожи, естественный. И даже, да, когда мне задают вопрос, ну, а что, я могу как бы помыться мылом? Я говорю, ну, ладно, если ты, ну, никак ты не можешь перейти на очищающие средства, тогда бери обязательно тоник, хотя я всегда за все средства. Бери тоник, потому что хотя бы тоником ты будешь восстанавливать паш-баланс. Многие говорят, тоник тоже бесполезная трата денег. Беру, да. Вот, да, я могу сказать по собственному опыту. Я лет 12-13 мучилась проблемой с кожей, и сейчас я точно знаю, что если я вдруг, ну, бывает ситуация, закончился тоник, и ты вовремя не заказала, он пока придет, несколько дней, и вдруг, если я не помыла кисточки от макияжа, то прыщик обязательно вскочит. Что мы делаем? Возвращаем тоник, наносим точечный крем, все быстро очень уходит. То есть, даже если предположить, что ты где-то что-то нарушил, это быстро все можно исправить, зная, как это правильно пользоваться. Поэтому обязательно средство для умывания, потому что это мягкое, щадящее очищение каждый день, утром и вечером, потому что многие говорят, утром, а что, я же спал, ночью усиливается выработка подкожного вот этого сала, слово, это не очень нравится, но в любом случае все вот эти железы выделяют, и, соответственно, нужно это смыть для того, чтобы, опять же, крем качественно работал. Дальше мы протираем лицо тоником, лосьоном. Тут как раз-таки все средства, почему их много, это не маркетинговый ход, у кого-то жирная кожа, у кого-то нормальная, у кого-то комбинированная, кто-то любит, чтобы подсушивало, кому-то нравится более мягкое, поэтому есть пенки, муссы, лосьоны и так далее, и так далее, то есть дели. Под себя подбираете то, что нравится нам. Да, что вам да, Следующий этап это тоники, лосьоны. Работные консультанты всегда посоветуют, как, что нужно делать, и все. Да, конечно, конечно. Лосьоны, тоники в виде спрея тоже используем, да, как следующий этап. И третий этап, ну такой базовый уход, мы наносим крем, под крем мы можем нанести сыворотку, сыворотку для лица, сыворотку для глаз, крем для глаз, да, или какой-то, да, или какая-то такая витаминизированная какая-нибудь сыворотка, и наносим крем. Утром дневной, вечером вечерний, тоже не случайно, да, есть универсальные, но если крем написано ночной, то значит, скорее всего, он работает как раз-таки на восстановление всех функций кожи в ночное время. Они более жирные, потому что он питание они более жирные, да, 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 они более плотные. То есть, они более защищают, ну. Они защитные, да, потому что мотировать не все мотируют, потому что не всем это надо, а вот то, что они защищают, это да. И тут сразу такое, сейчас расскажу. Сейчас, секунду, говори. Кстати, когда мне задают вопросы мои клиенты, какой взять, дневной или ночной, то я говорю, ну, выбирайте сами, вы хотите защитить кожу или хотите восстановить? Они говорят, мы хотим и то, и другое. Я говорю, тогда берите два. И они уже более осознанно берут эти крема и понимают, зачем они это делают. Я просто помню, я сейчас как раз историю вспомнила, когда задают вопрос, зачем столько хлопот и зачем столько действий по отношению к уходу? И я помню эту ситуацию, нам как раз рассказывали, вы же не одеваете грязные трусы после того, как помылись. Ну, и вы не стелите грязное бельё на постель. Что вы делаете? Вы его стираете, то есть вы его собираете, вы её кладёте в машинку, оно сначала стирается, иногда замачиваете, потом используете кондиционер, потом гладите. Пятна вы водители всякие. Ещё пятна вы водители используете? То что вы относитесь к своему телу, к своей коже хуже, чем к белью? То есть как вы можете наносить макияж? Дома шмо наводят. Можно я сейчас скажу? У меня отец был настолько мудрый, и он мне всё время задавал такой вопрос. Скажи, Таня, пожалуйста, вот представь такую ситуацию. У тебя муж, например, в командировке. Вот он должен приехать. Первая ситуация. Ты намываешь весь дом. Ты вообще готовишь еду. То есть у тебя всё аж блестит, аж стерильно. Но ты настолько это делаешь, вот всё идеально, стук в дверь, ты дверь открываешь, ещё стоит ведро, ты вся в мылю, вся грязная, и стоит муж, и берёт и просто плюёт тебе в лицо. А ты задаёшь вопрос, что ты на меня плюёшь-то? Он говорит, потому что плюнуть больше некуда. Или ты эту ситуацию, говорит, выбираешь, или вторую ситуацию. Предположим, ты приготовила еду, немножко прибралась, да, где-то что-то не так, и ты понимаешь, что ты по времени не успеваешь, тогда ты просто-напросто берёшь такси, приводишь себя в порядок, красишься, одеваешь красивое нижнее бельё, красивую одежду, приезжаешь на вокзал с огромным букетом цветов к своему мужу, встречаешь его у вагона. Целуешь и говоришь, такая красивая, говоришь, милый, я к тебе приехала, я тебя встретила. Он говорит, ой, как я счастлив, поехали домой. Она говорит, нет, сегодня мы будем ужинать в ресторане. Вы идёте, даёте в камеру хранения его вещи и ужините в ресторане. А потом приходите домой и вместе счастливые и радостные доделываете все остальные дела. И мне мой папа в детстве задавал вопрос, ты какую ситуацию выбираешь? Я говорю, вторую. Плюю, но чаще всего почему-то мы женщины делаем первую. А потом мужчины на нас внимания не обращают. Да, или почему плюют, да? Ну я думаю, что эта тема другая, но очень в точку, да, в точку по поводу отношений. Крема мне не нужны, потому что работает косметика тогда, когда вы делаете это регулярно, с самого начала и правильно. Вот я в эту тему сказала, что лучше оставаться молодыми и красивыми. Но ты недорассказала ещё один момент. Я тебе задала вопрос, как это работает, кислородная косметика. Многие не до конца понимают, как она работает. Ну смотри, очень сложно сейчас рассказать. На русском я попробую как-нибудь рассказать, чтобы понятно. Ну смотри, я уже коснулась того, что, во-первых, это уже пятое поколение, оно сейчас выходит. Я очень жду, уже хочу себе заказать. Если мы говорим, четыре предыдущих, да? То есть смотри, у нас получается, есть этот ингредиент, который впитывает в себя молекулярный кислород из воздуха, которым мы дышим, который нам безопасен, которым требуется для нашего организма. Он доставляется в клеточки кожи, он проникает глубоко. Плюс есть ингредиенты, которые, как я уже говорила, расширяют стеночки сосудов, увеличивается кровоток. Плюс у нас следующее поколение, да, там был тумерин, устраняют действия свободных радикалов. Сейчас у нас глютатион, витамин С, которые работают на усиление как раз-таки защитной функции кожи. Плюс к тем, плюс к тем. То есть у нас каждое, да, каждое поколение выходит именно таким образом, чтобы достраивать, достраивать. И получается самый... Улучшать, да. И получается вот как раз глютатион, как бы это такой новый ингредиент, поэтому открыла себе подсказочку. Это пептид, который является частью собственной защиты клеток организма. То есть это идёт детокс для клеток кожи, для того, чтобы... Вот когда у нас поступает кислород, почему он безопасен? Мы дышим, мы постоянно дышим. Мы не можем перестать дышать, да, ну как бы мы перестаём дышать, и жизнь прекращается. Когда поступает кислород в клетки кожи, запускаются химические реакции и вырабатывается энергия. Когда вырабатывается энергия, можно всё усвоить. Вы можете закормить кожу разными витаминами, но если у неё нет сил на то, чтобы её переработать, то есть все эти витамины, она не возьмёт. Если он витаминит сил переработать пищу, будет всё выбрасывать. Да, если там есть прорехи, если он не в порядке, то, конечно же, это всё будет просто проходить мимо. И именно вот этот механизм заставляет, то есть выработка, усиливается выработка АТФ, это как раз такие вот энергии клеток кожи. Клеточка всё быстрее перерабатывает, и, соответственно, быстрее проникают витамины, минералы. Усваивается, клетки быстрее обновляются. Многие говорят, ну оно же быстрее обновляется, значит, вы быстрее стареете. Блин, ну что за бред-то? То есть с возрастом они понимают, что клетка может болеть. И она может быть раковой потом клеткой. Ну это уже, да, это уже дисбаланс. Ну правда же оно так? Почему у детей клетки кожи, у них быстрее обновляются? С возрастом эти процессы замедляются, поэтому и происходит процесс старения, когда все процессы... Ну с 20, да, это плюс-минус, потому что мы считаем, где живём, какой образ жизни ведём, генетику, да, то есть это условно. С 20 лет начинаются процессы старения. Если мы в этот момент просто-напросто не помогаем своему организму, мы не помогаем своей коже, то, конечно же, ну извините, в 50-60 лет время вернуть назад, но никакими способами не получится. Да, 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 ну бесполезно, действительно. Особенно если это большие проблемы. Ну бесполезно, но в молодость нельзя. Да, да, смотря как... Минуты тоже можно. Да, что хотите в результате. Но обычно в 50-60 хочется стать сразу молодушкой. Вот, поэтому это, конечно, ну не получится. И вот как раз-таки, если мы говорим про четвёртое поколение, это ещё изобретение кислородных дронов, которые точечно доставляют туда, куда надо. Опять тут же, да, возникает вопрос вот этот, что, ну значит, вызывает привыкание. Да, это ещё одна из таких вот ярких, что, ну если мы будем пользоваться, другими не сможем. Ну это точно так же, как задать вопрос. Вы привыкли к кислороду дышать? Ну то есть, если вам перекрыть кислород, вы, ну как будете себя чувствовать? Вы же, ну не возникает такого вопроса, когда вы хотите поехать к морю надышаться, пойти в лес надышаться свежим воздухом, когда всё вокруг, ну вот загазовано, да, в городах. Не возникает же, что вы привыкнете? Ну потому что это естественная функция. И, конечно же, если вы пользовались качественной косметикой, если вы качественно подходили к уходу, то если вы перестаёте это делать, откат происходит не потому, что вы перестали пользоваться, а потому что процессы старения-то, ну как бы берут своё... не денешь, да. Они никуда не девают? Скажи, почему именно старение происходит? Потому что я помню, как Римма Корнеева рассказывала, вот то, что органы начинают забирать большее количество кислорода именно из клеток, и это не хватит. Да, вообще, в принципе, да, после 20 лет запускается, это генетически так включается, что раз как бы запускается механизм, он может запуститься раньше, может позже, в зависимости, да, вот генетика, где живём, состояние вот внутреннее, да, в голове, вот много факторов. Но запускается процесс старения, он, конечно, влияет на весь организм. Это не только про кожу, но принято считать, да, что в тот момент, когда требуются витамины, минералы, микроэлементы, всё идёт на органы, которые поддерживают нашу жизнь. Ну да. Сердце, печень, почки, лёгкие, да. И даже в экстренной ситуации мы понимаем, что даже, заметьте, когда вы болеете, всё, весь организм направляет туда, где болит. И, соответственно, в этот момент очень часто появляются кожные высыпания, сухость, кожа становится какой-то не такой, потому что весь организм, все питательные вещества, в том числе и кислород, которым мы дышим, он пускается именно туда, где нужно. Ну то есть это такая механизм работы организма. Вообще организм, он настолько удивительная штука. Когда я смотрела этот фильм, как работает, вообще всё работает в нашем организме, я сказала, боже мой, так это целый мир. Если перевести, там каждый работает друг к другу, и там и предательство есть, и чего там только нет, и прям сказка. Не, ну там прям, это как сказка. Да, это очень интересно. То есть надо же так вот, вообще природой создано, что происходит внутри. Всем рекомендую посмотреть такой фильм, найти можно запросто в интернете, в ютубе. Просто будете удивлены, как всё у нас взаимосвязано, вообще круто. И всё очень умно, да. И как это всё управляется мозгом, да? Да, да, да. Как это подвержено всему влиянию. Вот. И поэтому действительно невозможно привыкнуть. Да, в принципе, да, мы даже говорим, как мы относимся к привычкам. Если вы живёте всегда в пятизвёздочных отелях, и вдруг вы останавливаетесь где-то непонятно где, вы что скажете? Фу. Ну вот кожа так же. Вы пользовались чем-то хорошим, и вдруг фу. Какое-то, ну так не очень. Даша, я тебе задам ещё один вопрос. Я, конечно, знаю на него ответ, но я хочу, чтобы ты рассказала. Мне очень нравится, когда ты рассказываешь про косметологию. Ты же медик, я правильно поняла? У тебя же... Нет, я не медик, я не пошла учиться в медицинский, хотя у меня мама очень хотела, и я что-то как-то так. Ну, ты что-то как-то так. Но у меня... Да, я очень углублённо изучала биологию, химию, и я готовилась к медицинскому. У меня... Я проходила курсы в мединституте и так далее. То есть это такая моя любовь. Вот. Ну и, соответственно, потом уже курсы косметологии, когда начала работать в компании. Вот поэтому у меня есть вопрос, мне нравится, как ты это рассказываешь. Чем отличается? Вот есть хорошие, дорогие продукты, не фаберлик, с потрясающими составами, наполнениями и концентрациями. И есть продукция фаберлик именно с кислородным... Ну как вот с ингредиентом самым основным, который добавляется практически во все наши крема. В чём различие того продукта и этого продукта? Слушай, интересный вопрос, потому что, мне кажется, в самом вопросе есть ответ по поводу того, что есть ингредиенты. Это важное отличие. Вот, например, хорошо. Взять, что у нас в кремах есть эти же ингредиенты, потрясающие составы. Я просто... Ну это более длительная такая история рассказов, где берутся наши составляющие кремов, с какими фирмами мы работаем у мирового стандарта. Это уже другая история. Вот у нас и в другой фирме. В чём отличие между нашим кислородной косметикой и другой фирмой? Без иной, просто. Таня, вот ещё раз тебе говорю, что, во-первых, сразу, да, кислородная и не кислородная. По поводу ингредиентов ты... Потому что отличия могут быть разные. То есть я не знаю, про что ты конкретно имеешь в виду, про кислородку и не кислородку, про кислородку и кислородку, про механизм, который в магазине, кислород, а фарфульс. Смотрите, если я так предполагаю, про что ты говоришь, могу предположить, да, про что ты. Если мы говорим, что есть брендовые, люксовые марки, то, конечно же, там ингредиенты. Там чаще всего делается ставка на качественные, очень дорогие ингредиенты. Да, они приносят результат. Да, у них текстуры. Да, у них упаковка. Но иногда и чаще всего 50-60% в стоимости этого продукта, бренд, имя, которое уже, да, вот, то есть на развитие, на рекламу, то есть это за это мы платим. За банки, потому что не могут делать дешёвку. Да, ингредиенты, и даже ингредиенты иногда бывают чуть дороже, ну, например, там, ингредиент, который добывается, ну, производится в России, ингредиент, который производится в Германии. Нет, мы берём хорошие, дорогие и там, и там. В чём отличие? Если и там, и там, то это только про бренд, производителя, его стоимость и так далее, потому что если и там, и там качественные ингредиенты, они будут работать одинаково. Поэтому если как раз говорить про стоимость... Одинаково, а как раздермальный переносчик? А я тебе говорю, это тогда мы уже сравниваем кислородная косметика и не кислородная. Кислородная, хорошего качества. Вот, вот смотри, если мы возьмём этот показатель как фактор сравнения, то за счёт того, что у нас есть, этот трансдермальный переносчик, как Татьяна сейчас сказала, потому что мы про него не говорили, это как раз и есть наш кислородный комплекс, он усиливает воздействие всех ингредиентов, он даёт возможность клеткам кожи воспринимать все эти микроэлементы, минералы, лучше проникать глубже, отрабатывать своё. То есть кожа берёт больше. Это не говорит, что и там, и там работает, но, знаешь как, я не думаю, что проводились такие большие исследования, сравнения, то есть ни тем, ни другим это не надо, потому что наша компания всё-таки, и это очень круто, что у нас есть своя лаборатория, у нас есть потрясающая Римма Корнеева, которая следит за всеми, не трендами, а за всеми изучениями, то есть всеми новшествами в косметологии, в медицине, для того, чтобы вот буквально только прошло какое-то исследование, увидели, что ингредиент какой-то классно работает, они берут, экспериментируют, применяют, договариваются с лабораториями, заключают контракты, и это внедряют в нашу косметику. А как и получилось с теми же дронами, как у нас появился новофтен, когда изучили, что водоросли способны, то есть введение, как забыла, слово вылетело, из морских водорослей запускает как раз-таки усиление вот этого выработки окситоазота, и оно будет нам помогать, и вот тут же покупают, разрабатывают, и это новая технология. Точно так же изучают? На чём проверяют? Проверяют на клетках кожи, у нас компания не тестирует на животных. Первый этап – это, конечно же, сама разработка, да, как это будут работать, и работают с МГУ, и в собственной лаборатории проверяют на клеточных культурах, да, как это будет. И потом, конечно, когда… Я прямо его убедила. Да, 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 да. И дальнейшие этапы – это, конечно, когда уже, что это безопасно, что это работает, тестируют в разных институтах на добровольцах для того, чтобы посмотреть степень эффективности, то есть как это происходит. Мы наносим крем, замеряют до параметры, да, увлажнённости, глубины морщин и так далее. И потом, когда наносится крем с разными промежутками времени, тоже делаются лабораторные исследования, то есть как он работает. Для нашей компании раз очень глубокое вот это вот изучение, очень качественный подход именно к всем этим разработкам, поэтому длительный процесс. Иногда мы, да, понимаем, что, вот, например… И никак нам не дадут. Да, да-да-да, мы знаем, что там что-то… Пока… Да, ну, кстати… Проходит сертификация, чтобы это всё было безопасно, чтобы были все документы, поэтому всё есть. Наш инститент Алексей Геннадьевич Нечаев очень давно когда-то говорил, и, в принципе, это везде продвигается, что самая главная, одна из ключевых задач в компании «Фаберлик» именно по созданию кремов по уходу, не просто, чтобы она работала на улучшение, но самое главное – не навреди. Он прям вот говорил, говорит, мы прям смотрим, чтобы, не дай бог, через какое-то время, через несколько лет у человека не было каких-то, ну, вот каких-то эффектов, противоэффектов, последовательных. Ну, сейчас, конечно, это… Я не знаю, как это отслеживать. Наше время настолько быстро бежит, да, и наша вот ситуация в нынешнем году, что все изучения очень быстро-быстро-быстро, и как это будет через 10 лет, мы никто не знаем, да, и все эти воздействия на организмы можем только предполагать. Вот, а если мы говорим про вообще, да, вот кислородную косметику, вернемся, тут задают вопрос, компания, мы говорим про «Фаберлик», про кислородную косметику, потому что, грубо говоря, вот я сегодня даже столкнулась со статьей, что многие прям прописывают родоначальником кислородной косметики является «Фаберлик». Ну, потому что был изобретен этот ингредиент, мы его запатентовали, компания, и мы имеем право на использование, остальные его не имеют права. Ну, то есть такое законодательство, да, то есть у кого есть право, патент. Плюс мы как раз вот про «не навреди». Аквафте имеет фармакопейную статью. Мы очень часто про это говорили, в последнее время все реже и реже. Что значит фармакопейная статья, да. Врачи, фармакологи знают, что даже у многих аптечных лекарств и препаратов фармакопейной статьи нет. Ну, потому что, как вот мы тут недавно с Татьяной ей говорили, «Таня, не вздумай это принимать», потому что даже не проводились исследования на тех медикаментах, которые люди пьют пачками, к сожалению, в последнее время. Это про антибиотики, антивирусные, но это совсем другая тема. Да, даже не проводят исследования. Компании штампуют, пичкают людей. Что сделала компания «Фаберлик»? Что делали ученые, когда разрабатывали? Это всё-таки для переливания крови. И, конечно же, изучали, насколько он безопасен и не будет ли последствий. И почему это ещё уникально? Потому что одновременно практически открыли американцы, открыли японцы и наши. И их исследования были закрыты, потому что были очень негативные последствия для организма человека. Именно. Не доделали. Да, не доделали что-то, да. Мы нашли в этот момент. А в России именно нашли. Да, доработали. В России мы показывали по телевизору, был документальный. И когда мой муж бывший, он теперь могу уже всё в открытую говорить, уже всем призналась. И он смотрел этот фильм, я говорю, я говорю, ты видишь, про что показывают? Он говорит, вижу, я говорю. А ты знаешь, что это в наших кремах «Фаберлик»? А он мне говорил, ерундой занимаешься. Он аж глаза на меня вот так вытрущил. Он говорит, так об этом говорить надо. Я говорю, мы и говорим. Только вы не верите. Потому что именно вот этот продукт находится, у нас патент на него. Там как раз показывали про Афганистан, про переливание. Ну, это видео есть в интернете. А ещё можно я добавлю вот к тому, что помимо фармакопейной статьи, кстати, у нас скоро будет новинка, продукт, аптечный, аптечный продукт, новая серия. Мне очень интересно посмотреть, что именно подразумевает, что аптечный продукт. Вероятнее всего, там тоже будет фармакопейная статья конкретная. Но я не об этом. Я хотела сказать, что помимо того, что вот эти вот все проверки и все изготовления, всё настолько это, наша продукция производится по высоким технологиям GMP, мирового стандарта. Не каждая косметика производится по этим технологиям. У нас стоят определенные оборудования. Раньше было немецкое, сейчас какое-то добавили, может быть, тоже немецкое, может, какое-то, которое идёт с гомогенизаторами. Что наши крема, они не варятся. Они не варятся, они погружаются ингредиенты в это оборудование. И после глубокой заморозки внутри этого оборудования специального, вот идёт перемешивание. Это под давлением. Да, под давлением, перемешиванием. То есть продукты, вот эти витамины, полезные вещества, которые добавлены в наши крема, они сохраняются в практически 90, ну, может быть, 80 или 90 процентов сохранения всех витаминов в самом креме. Потому что не варится крема. В основном, практически все крема идут после варки. Потому что иначе никак невозможно это сделать. А у нас... Ну, сейчас, конечно, многие могли уже поменять, насколько надо посмотреть, да, как многие используют. Но мне очень понравилось. Да, потому что это удешевляет. Поэтому многие дешевле. Когда нам говорят, что зачем я буду пользоваться вашим кремом за 100 рублей, за 100 рублей, блин. Я лучше пойду, куплю в магазине за 50. Я говорю, ну, хорошо, если ты, ну, хочешь результат, значит, ты купишь у нас. Если ты хочешь просто увлажнить, ну, пожалуйста. Когда в этом году произошла ситуация со всем этим вирусом и так далее, и так далее, показывали, что у нас сделали на заводе. У нас полностью, кстати, есть интервью на канале. Я надеюсь, если... Да, если не будет инстаграм, кто-нибудь. Напись, правильно, ты кива? Хорошо. Мы с тобой запланировали каждую среду говорить о нашей продукции, о секретах и вообще про много... Запись будет. Хорошо, я согласна. Ладно. Есть интервью, есть программа 24, канал 24, показывали с завода, как это все производится. И последнее видео, обновленное, это было интервью Собчак с Алексеем Геннадьевичем Нечаевым, с президентом компании в тот момент, когда было... Алексей Геннадьевич создал партию свою, да, политическую, коснемся просто, почему вдруг Собчак... И она брала... Да, да, да. Мы стали партийными. А вы иллюзия называет. Алексей, вы партийцы. Да, Собчак задавала вопросы как раз в связи с политической деятельностью. Очень интересное интервью, кто не смотрел, посмотрите, потому что я читала отзывы от людей, которые вообще не знают, что такое Фаберлик. Таня, такие есть. И насколько много уважения вызывает этот человек, то, как он говорит, как он относится и так далее. Поэтому, ну, это тоже характеристика того продукта, который он производит. И вот как раз ее приглашали... Производство продукта по работе... Ко всем процессам. Да, да, да. И они как раз приглашали Собчак на завод. Так она в шоке была. То есть там такие степени защиты, такое количество всяких вот этих барьеров, чтобы это было все стерильно, чтобы это все было безопасно. То есть, это ощущение, что я там в космос выхожу, то есть там все эти вот... Вот он говорит, такого даже на некоторых там предприятиях нет, а у вас тут все. Он такой, да, мы заботимся об этом. Поэтому это сто процентов про безопасность, про экологичность. И, конечно же, если... Очень часто еще одна фраза, да, я сегодня как раз с ней столкнулась и посмеялась. По поводу натуральности косметики, да, что пошла... Пошла такая волна, что только натуральной косметикой надо пользоваться. Давайте вот по чесноку. Кто хотя бы чуть-чуть изучал биологию в школе... Я не понимаю как-то этого. И химию, да, ну, творог портится, яйца тухнут, молоко киснет, и все остальные продукты все портятся. Натуральная косметика это та, которую вы сделали. Ну, в кефир положили ягодки, положили на лицо. Я помню, у меня еще застала период, когда у меня мама так делала. Вы не снимаете с лица это, не кладете в чашечку, не ставите в холодильник, а потом опять это используете. Никогда. Конечно. огурцы наложили, а потом их... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, во-первых, вы понимаете, что оно портится, а во-вторых, ну, про гигиену не забываем, то есть мы руками не трогаем, а почему мы имеем возможность положить средства на кожу? На коже есть, во-первых, да, естественная выработка вот этих всех желез, загрязнения. Как вы думаете, бактерии потом радуются на ваших огурчиках? Конечно, радуются. И натуральная косметика, это то, еще раз, да, это то, которое вы делаете сами, и сроки ее использования очень маленькие. Я знаю безумное количество людей, как ты использование сделал, нанес, клубничку, например, ты нанес, или там что-то сделал, и все. Но это только поверхностно. Да, это, то есть такой способ, это поверхностно. То есть никто там на глубинных слоях, никакая геолуронка у вас из ягодок не просочится и не попадет вам в кожу. Ну, то есть, ну, абсурд. Потому что у нас кожа все-таки это защитный барьер, и не все проникнет, потому что это естественно. Я знаю большое количество сейчас косметологов, которые стали делать сами. Да, есть те люди, которые делают натуральную косметику, используют ингредиенты. У вас есть медицинское образование, чтобы это делать самостоятельно? Вы доверяете каждому? Косметологам? Косметологам? Да, есть косметологи сейчас. Ну, Тань, во-первых, время интернета, и очень многие косметологи стали переходить и разрабатывать какие-то собственные текстуры. Да. Понятно, что это не говорит ни о каких промышленных производствах, ну, то есть, это ручная работа. Понятно, что есть... Я бы побоялась, честно. Вот. Сразу переходим к следующему вопросу по поводу профессионализма. Действительно ли человек так разрабатывает, ну, как бы... Нет, как сказать... Сделяется ли он ученым работникам, чтобы он понимал, как это работает дальше? Нет, тут даже не про ученую степень, а вообще, в принципе, косметологи, когда они понимают все эти механизмы, они знают ингредиенты, они понимают, как это смешивать, тем более, те, кто работали и изучали, например, ну, вот, кто у нас там, аптечные работники, которые смешивают, они могут это делать. Но я говорю еще раз, это индивидуально, это не может стоить дешево, это сразу говорит про профессионализм, насколько вы доверяете этому человеку или нет, и сразу про ингредиенты, то есть, есть ли возможность у человека заказывать у ведущих марок тогда да, самые крутые препараты. это будет очень дорогое удовольствие. Это очень дорогое удовольствие, такие специалисты есть, но у таких препаратов степень жизни, ну, то есть, длительность, да, использования очень небольшая. И когда я сегодня увидела, что у нас натуральная косметика и срок годности всего лишь два с половиной года, мне хотелось сказать, это не натуральная косметика. Даша, скажи, ну, хорошо, переходим. Лайфхак, как понять, натуральная косметика или не натуральная? Да, сразу по срокам годности. Если все, что больше нескольких месяцев, это все не натуральное. это не, еще раз, это один из мифов по поводу натуральности, да, почему многие говорят, что у нас нет парабенов и СЛС, да, ну, вот у нас тоже компания выпустила несколько линеек без СЛС, как таковые, они не вредят. Есть изученные, ну, то есть, прям изучали лабораторию их воздействия, но есть люди, которые чувствительные, кожа чувствительная, кожа головы чувствительная, есть какие-то заболевания, которые, да, стимулируют при вот применении шампуни, кремов, да, вот с этими ингредиентами, она как-то не так себя ведет. И, конечно же, сразу пошла молва, что это вредно. Про те же парабены, это тоже один из мифов, что они вредны, потому что так, там, то-то, 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 то-то и то-то. На самом деле, надо очень внимательно относиться, потому что... Есть очень много маркетингового хода, и даже я слышала, что специально определенная компания, не будем ее называть, не правы это говорить, что это была определенная такая фишечка, и пошли... Давай, расскажу эту историю как раз про парабены, потому что это как раз один из градиентов, который, типа, если есть парабены, значит, ненатуральная. Ну, во-первых, смотрите, в косметике Фаберлик парабены, и их большое количество, это тоже говорит о качестве, потому что один, одна линейка парабенов, да, один вид, работает на один вид бактерий, для чего они? Для того, чтобы не размножались бактерии внутри, действует на один вид бактерий, другой на другой. Чем их больше, да, то есть их несколько видов, тем, соответственно, работают на разный вид, и тогда можно делать их микроконцентрацию, и тогда получается, вместо того, чтобы положить одного ящика, там, мешок, можно положить по ложечке того, другого, третьего, и это будет хорошая эффективность, поэтому у нас, по-моему, дозировка парабенов разных видов, это можно посмотреть на тюбиках, их, по-моему, в 10 или в 50 раз меньше допустимой нормы. что их очень мало, которое поддерживает, чтобы все-таки нужно было поставить 18 месяцев срок годности. Да, у нас 18 месяцев, это очень маленький срок годности, да, для косметики. Здесь написано 24 месяца срок годности, это точно не натуральная косметика, там мало. Вот тут, вот я тебе еще раз говорю, да, как раз про натуральность, когда говорят, что натуральная, а срок годности 2,5 года, и что у них нет, никаких парабенов, никаких консервантов, значит лгут. Лгут, да. Ну, то есть давайте по чесноку. Да. Если они лгут, значит где-то они еще врут. Ну, тогда давайте разбираться. Вот, если мы коснемся историю про парабены, это действительно широко известная ситуация, раньше ее скрывали, потом стали более, как бы так, официально прям везде рассказывать, что компания, которая решила выйти на рынок косметической продукции, и без парабенов, для того, чтобы начали обращать на нее внимание, прокупила рекламную акцию, то есть это про маркетинговый ход, когда было в разных в разных СМИ, то есть сейчас это сделать с одной стороны сложно, потому что все вылезет, весь интернет, можно все найти. Тогда это было прокупленные несколько источников изданий, запущена акция, нет парабенов, и они не говорили, что у них хорошо, они сказали, что парабены это плохо, и пошла волна, что это. Они сказали, чуть ли там не смертельно, там, да, что вызывает рэд, начался, да, люди просто перепугались и начали везде смотреть, не обращая внимания, знаешь как, я так сейчас скажу, вот сейчас коронавирус, и как бы мы не хотели, люди, которые заболевают, им приходится пить антибиотики, иногда очень сложные антибиотики, для того, чтобы выздороветь и побороть его, но ведь антибиотик, он очень вредит для здоровья, правильно? Ну, я, я, я просто не хочу показать, что иногда, иногда, для того, чтобы сохранить что-то в здоровье, иногда добавляются какие-то маленькие дозировки, для того, чтобы это начало работать по-другому. Ну, вот смотри, твой пример, я понимаю, я бы так сказала, немножко на другом, например, да, есть такое заболевание, как гипертония, и для того, чтобы человеку просто в норме жить, ему нужно принимать определенные препараты, и они вредны, но это малая доза, которая позволяет человеку жить. Есть гормональные заболевания, которые приходится пить гормоны для того, чтобы жить, поддерживать организм. Точно так же и здесь, для того, тут такая аналогия не очень, но в плане того, что... Ну, я просто на примерах каких-то жизненных пытаюсь показать, что, почему нужно, ну, оно бы, вот как ты сказала, оно бы протухло просто, и все, на завтра. Вы открыли, да, попал, все, крем затух, выкинули деньги на ветер. Я бы про это. Да, поэтому, если мы говорим как раз про натуральность, натуральная косметика есть, и если мы говорим про... А что вы понимаете под натуральностью? Ну, натуральная – это вот природные огурцы, помидоры, ягодки и так далее. Потому что даже если... Да, да, даже если косметолог или какая-то компания делает вот такие точечные с травами, да, еще с какими-то ингредиентами, то это натурально, но даже лимонная кислота, она консервант, и это натуральный ингредиент, но он уже как-то влияет. Да, 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 он уже влияет. Поэтому это все относительно, поэтому главное, какой результат вы хотите добиться. Да, 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 Если вы хотите, да, если вы хотите быстрый, качественный уход, не просто решить вот сейчас я хочу омолодиться вам к хирургу, если вы хотите качественно ухаживать, если вы это хотите делать от производителя, который делает все, чтобы весь продукт был качественным, соответствовал всем стандартам, чтобы это было, да, еще есть категория, особенно сейчас это тоже актуально, цена, то, чтобы это не было какие-то бешеные деньги, потому что, согласитесь, если крем стоит, ну, не знаю, там, тысячу баксов, то использовать его, ну, то есть каждый месяц тысячу баксов, 50, да, какие-то 50, наверное, 60 процентов населения страны не могут себе такого позволить. Могут позволить только те люди, у которых огромное количество денежных ресурсов приходит постоянно, а те, которые за тысячу баксов и думают, что вот они одним кремом сразу, хоп, и станут с кремцами, нифига, лучше. Да, это надо, это регулярно. И пойти уже к хирургу, к пластику, к косметологу, да, к косметологу высокого уровня и уже сделать чистку определенную или там шлифовку или еще что-то, какое-то иглоуправление. Опять же, по поводу косметологов, это круто, когда женщина себе в план регулярный, там, 2-3 раза в месяц ходит к косметологу для того, чтобы сделать глубокие процедуры, да, это вообще супер. Ну, а как же каждый дневный уход? Ну, вы не будете, я даже знаю миллионеров, которые не ходят каждый день к косметологу, ну, потому что не надо, потому что есть ежедневный качественный уход. И я тебе больше скажу по поводу миллионеров. Это миллионеры-звезды, которые рисуют красивые картинки с кремом за пару тысяч долларов для понтов. Те, которые миллионеры умеют считать деньги, они подходят к этому другому, они сразу смотрят на адекватность. если за эту стоимость, если можно хороший уход получить за меньшую стоимость, они не пойдут это делать. Поэтому это тоже еще один из них. Потому что чем человек больше зарабатывает, тем больше он умеет не то, что экономить, он умеет читать свои расходы, потому что лишние деньги он лучше выложит на какое-то путешествие или на какое-то удовольствие для себя любимого лучше купит парочку там себе бриллиантов дополнительных, чем он будет выкладывать. Или синвестирует и будет зарабатывать деньги дополнительные. Это действительно грамотный подход, а не только, ну, ну, вообще просто сейчас очень много продвигается огромного, сколько времени у нас осталось, кстати? У нас Инстаграм увеличил больше часа, поэтому мы с тобой уже полтора часа, поэтому мы, конечно, сейчас будем закрепляться. Что-то мы так прям говорим долго, у меня уже внутренние часы так хоп-хоп-хоп, что-то мы долго. Вон, мои уже тут пришли. Девочки, вы видите? Красотка. Пришла такая. Маша, скажи, пожалуйста, о чем мы поговорим в следующий раз? Как ты думаешь? ой, дочуня. Такая ползла. Слушай, я как раз тебе хотела уточнить, потому что мы с тобой проговорили по поводу следующего раза. Мы с тобой хотели поговорить про БАДы и пищевые добавки, БАДы и продукты функционального питания. Сейчас, Ксюш, подожди. Мы оставляем это в планах? Мы ставим этот момент на будущее. приходите к нам в следующую среду. Это же время будет на моем аккаунте. В любом случае все получают витамины. Давай сегодня тогда о подвигах. я бы не так я бы совсем так сказала БАДы, чтобы какие-то мифы разрушить, потому что есть БАДы, есть пищевые добавки и есть витамины. И вот об этом мы поговорим. Потому что... А я почему и говорю? Потому что это как раз так же, как про кислородную косметику, как раз очень много мифов, стереотипов по поводу БАДов, что если БАД, то не надо принимать. мы очень часто в чатах видим у нас вопросы, что мы хотим купить, мы понимаем, что это полезно, слушаем наших специалистов, приходим к врачу, они говорят это БАД нельзя. Все. То есть у человека он не понимает. Поэтому мы как раз хотим поговорить вот на эту тему. Что от чего отличается, почему можно, почему... Для понимания. Это сейчас очень актуально. Я честно, я говорю, после тех событий, которые происходят вокруг и в нашей структуре произошло, вы, может быть, читали на моем аккаунте, горе у нас в структуре случилось, именно коронавирус, я прям, правда, вздрагиваю. И, соответственно, улучшение своего иммунитета, мы прям, оно очень актуально сейчас, поэтому будем говорить об этом. Огромная просьба к вам, вот вы будете, вот те, кто присутствовал на нашем прямом эфире, те, кто будет смотреть записи, обязательно в комментариях задайте вопросы свои по поводу, если у вас есть какие-то вопросы про кислородную косметику, про какие-то, может быть, есть моменты, которые вы не знаете, или, может быть, вам какие-то люди, какие-то возражения давали. В одном эфире мы просто не можем выложить все абсолютно, это, ну, мы, вот, я, Даша, сколько у тебя лет? У меня, получается, уже 22-й год, как я с компанией, и как я варюсь именно в кислородной косметике. Ну, вот с 2009-го, это сколько, 11 лет получается? 11 лет, и вот за это время столько всего, много интересного, и много такого важного происходило, очень много чему мы обучались, и выдать за один эфир мы это не можем. Поэтому, если вы напишите нам какие-то вопросы, никаких проблем. Если вы, например, у вас ваши консультанты задают вам, вы тоже работаете в компании Фаберлик, например, и ваши консультанты задают вам вопросы, а вы не знаете, как ответить, но присоединяйте к нашим аккаунтам, потому что вот мы такие прямые эфиры будем давать. И ваши консультанты, мы их никуда не уведем, мы не делаем в личку пересылок, это можете быть спокойно, да, у нас другие ресурсы для приглашения. Тебя уже потеряли. Да, у меня тут это, звонок. Я просто к тому, что вы можете присоединить, и люди просто послушают, послушают. Ну, или просто скинуть ссылку для того, чтобы они посмотрели наше видео. Да, да, чтобы они посмотрели наше видео. Ещё, Ира. Да, у нас действительно, то есть нам хочется много чего рассказать, и я думаю, что даже в теме кислородки сегодня мы не осветили все существующие вопросы, возражения, сколько нам задавали всегда. И я просто, я не могу не рассказать этот пример, как раз по поводу кислородной косметики, она не работает. Я согласна, она не работает. Особенно после того, как это реальный был мой знакомый консультант, рассказывал, когда мы отрабатывали технику продаж и обслуживания клиентов, он пришёл и сказал, что, это молодой человек, кстати, мне клиентка пожаловалась, не работает косметика. Мы такие, а что случилось? Он говорит, я задал вопрос, как вы пользовались? Что вы делали? А она говорит, ну как, что? Ну как надо? Она нанесла на лицо. Он говорит, подождите, вы крем не заказывали, вы заказывали для тела. Она говорит, ну да, гель для душа нанесла на лицо и подождала, чтобы оно подействовало. Ну, вы представляете, да, мы были все в шоке. То есть человек, ну, это было несколько лет назад, но честно, я даже сейчас иногда слышу подобного рода отзывы в плане того, что крем для пяток нанесли на веки и ждём результат. это полная безграмотность и это очень страшно, когда появляются люди, которые это делают. Сейчас, конечно, больше грамотных людей, которые понимают, что это. Но и то мы натыкаемся на такие вещи, что ой-ой-ой. И об этом мы будем говорить в последствиях наших. Мы не будем говорить о конкретном продукте. Мы, конечно, будем приводить примеры наших продуктов, но наша цель не рассказать баночка, а наша цель рассказать, как это работает, как это воздействует, какие есть примеры, чтобы просто, ну, как говорится, ликбеск вот в эту сторону, что на самом деле реально всё возможно и можно действительно быть даже в 50, в 60, в 70 лет более молодой, более красивой и более радостной. Ну, я очень часто смотрю на своих, я не говорю, что я прям идеальная у меня кожа, она у меня не идеальная, но я очень часто смотрю на своих сверстников, мне 52 года, вот, ну, уже можно сказать, вот в январе будет 53, и я просто вижу не все, очень многие хорошо за собой ухаживают, но я вижу, насколько мои сверстники и даже младше меня выглядят, насколько, вот, ну, по-другому, и рейлица, и многое-многое другое, поэтому это, это, это культура, культура ухода, культура ухода, культура, культура любви к себе, культура понимания, что вы делаете, зачем вы это делаете, и где вы покупаете, и что вы покупаете. Ну, по поводу себя, я, знаешь как, я тоже в какой-то момент, да, хоть мне и не, ну, как бы, достаточно молодая, мне всего 36, хотя, многие говорят, особенно, когда я не накрашусь, мне до сих пор не продают алкоголь в магазинах, это неоднократно уже рассказывала, причем, мне до сих пор не продают, это пришло, бишь, что я... Много троих детей не продают, да, у моего троих детей нужно предъявлять паспорт, это была ситуация на Новый год, да, я про алкоголь, то ситуация конкретная, не так давно, когда я встретилась с одноклассницей, и не так заметны, но все равно уже заметны изменения, когда я смотрю на себя в зеркало, я понимаю, что, ой, круто, у меня еще таких процессов нет, причем, я... Все, ну, в большей степени, вот, да, совсем недавно, летом, мне рассказывала сестра, поделилась со мной, когда мы были в Краснодаре, она говорит, когда, все знают, что я пользуюсь косметикой, да, но, когда проходит время, и у них происходят изменения, они видят серость лица, там, или какие-то морщинки, более глубокие становятся, да, 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 и вот, и ей как раз задали вопрос, она говорит, ну, как бы рассказывает, что проходит время, но ты постоянно очень свежая, и очень ухоженная лицо, ты, что ты делаешь с собой, она, она смеется, она говорит, честно, ни на что времени нет, но я пользуюсь Фаберлик, уже много лет, в принципе, да, в принципе, она меня и привела в компанию, и поэтому, ну, вряд ли у меня будет время, я ее вообще не знаю, оказывается, она была в моей структуре, и я вот с ней лично не знакома, она подарила мне вот такую, другого лидера, подругу, партнера, Дашеньку, и что там, там еще было несколько человек, то есть, это как бы, знаешь, такой процесс-то был, мы так только будем заканчивать, потому что, ну, мы прям по времени переборщили, я даже не ожидала, ну, а он сейчас нет ограничений, я знаю, что даже два часа были прямые эфиры, поэтому я смотрю, интересно, закончится ли нет. Мы будем делать как положено, оно так лучше, легче для восприятия. Да, легче для восприятия. Всем огромное спасибо, кто сегодня был, кто присоединялся, кто смотрел, если эта тема про кислородную косметику и про вообще про, мне понравилась фраза, да, действительно, ее надо снова начинать использовать, про культуру ухода за собой, про культуру отношения к себе. Присоединяйтесь к нашим прямым эфирам, смотрите этот прямой эфир в записи, для того, чтобы, ну, обогатиться, узнать что-то новое, или услышать, что это всего лишь миф, который мы сегодня очень много-много развенчивали и рассказывали, что это не так. Всем огромное спасибо, Тань, тебе спасибо, что поддержала мою идею, давай снова начнем. Идея классная. Единственное, переживала, что после болезни смогу ли говорить, буду ли, не буду ли кашлять, у меня еще остаточный кашель осталось. Ну, все, отлично. Теперь завершай, потому что я же не знаю, ты же отключаешься. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо. Да, до новых встреч, до следующей среды. До следующей среды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok